Не все гладко в датском королевстве. Apple переживает крупнейший пиар-скандал за последние пару лет. Пользователи давно жаловались на то, что с появлением новых айфонов старые как будто начинают медленнее работать, мотивируя пользователей обновляться на новинки. Но если раньше это были лишь подозрения, то недавно они подтвердились и компания это признала. Но не все так просто. Начнем с того, что все это происходит из лучших побуждений и началось не так давно. Во избежание случайных отключений из-за деградирования батареи в прошивке 10.2.1 появилось обновление, которое может замедлять некоторые аппаратные компоненты смартфона, если батарея не может обеспечить максимальную производительность и при этом сохранить телефон включенным. Не секрет, что в айфонах не самые мощные батареи, а автономность достигается хорошей оптимизации софта. Вот на это и было направлено обновление. И действительно, айфоны SE, 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus могли работать медленнее, чем должны с новыми батареями. После того, как пользователи это сначала заподозрили, а потом проверили, Apple уже ничего не оставалось, как признаться, что это действительно так и даже выпустить пресс-релиз с извинениями. Но извиняется компания не за эту функциональность, а за то, что не коммуницировалась с пользователями достаточно прозрачно, чтобы те знали, что именно происходит с их смартфонами. Мол, действовали из лучших побуждений и ни о каком запланированном старении речи нет. А чтобы владельцы айфонов не расстраивались, авторизированные сервисные центры по всему миру в течение года проведут замену батареи в упомянутых айфонах по льготной цене 29 долларов США. Мы попросили официального импортера Apple в Украине компанию Esbys прокомментировать, коснется ли это замена нашей страны. Пока точной информации в компании нет, поэтому мы вернемся с комментариями после 9 января. Но шансов, если честно, мало, ведь официального представительства в Украине нету. Ну что ж, как относиться к Apple, дальше каждый решает сам. По всему миру пользователи подают на компанию в суд с целью отжать у нее денег за невиданный моральный ущерб. Особенно интересен иск на территории Франции, где запланированное старение запрещено законодательно и карается в том числе штрафом в размере 5% от годового оборота компании. Резюмирую, Apple хотела как лучше, а получилось как всегда. Интересно, что некоторые уже это сравнивают с батарейкой гейтом Samsung Note 7, когда компания возвращала деньги за покупку целиком, мол, корейцы поступили красивей. Как по мне, глупо сравнивать угрозу жизни от возгорания смартфона и небольшое замедление, которое ты мог бы и не заметить. Мы же всегда замечаем, что происходит и информируем наших дорогих зрителей и подписчиков. Будь в курсе с розеткой, подпишись на канал и смотри наше новое видео, а еще кликни куда-нибудь сюда, чтобы узнать, что делать, чтобы твой айфон не выключился на морозе. Всем пока! Катаны!